Грандиозный дорожный ремонт. В этом году в Самаре приведут в порядок 43 крупных магистрали, два моста, Южные Авроры, около 20 внутриквартальных проездов и почти 40 перекрестков с трамвайными путями. Обновление транспортных артерий завершено уже почти на треть. В этом году на ремонт самарских дорог из бюджетов всех уровней направлено более 2 миллиардов рублей. Завершается и обновление магистралей, которые начали приводить в порядок еще в прошлом году. Это Волжский проспект, там тротуаров немного нам осталось доделать, улицу Осипенко мы доделали совсем недавно. В эксплуатацию принимаем где-то в сентябре месяце объекты все официально, а так уже можно по ней ездить, ходить. В этом году дорожные службы согласовали работу с ресурсоснабжающими организациями. Они закончат ремонт коммуникации 10 июня, чтобы не допустить вскрытия уже обновленного дорожного полотна. В первую очередь в Самаре в порядок приводят гостевые маршруты, магистрали с интенсивным движением, дороги, по которым поступили предписания прокуратуры и полиции и обращения жителей. Здесь городские власти сотрудничают с активистами Общероссийского народного фронта, кто ведет проект «Карты убитых дорог». На 17 дорогах из перечня представленного ОНФ работы уже завершены. Кроме того, в этом году преобразятся еще 14 участков. По данным ОНФ, одно из проблемных улиц жители считают дачную. Она в планах на реконструкцию. Город намерен обратиться за поддержкой регионального бюджета. Что касается новых дорог, сейчас ведутся работы на улице Осетинской и Заводском шоссе. Пока мы ведем работы на участке протяженностью 1600 метров, приводим эту дорогу до состояния, до категории магистральной улицы общегородского значения. На ней будут тротуары, которых в настоящий момент нет, ливневая канализация, в которой нет освещения. На тех участках заводского шоссе, где тротуары будут трехметровые, комфортно смогут себя чувствовать не только пешеходы, но и велосипедисты. Качество ремонта дорог каждый день контролируют сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии. Сегодня почти все подрядчики устранили недоработки. Дорожный ремонт не прекратится и во время чемпионата мира по футболу. В 2018 году планируют привести в порядок магистрали в промышленном, кировском и железнодорожном районах, не мешая проведению мундиаля. Валерия Макарова, Алина Чемерс, Константин Головин. События.